Поздно ночью, возвращаясь от друзей, и проходя мимо бургерной, я понял, что очень хочу есть. В животе урчало, и я, не раздумывая, зашел в здание. Время было 2 часа ночи, ресторан еще работал, но внутри никого не было. За кассой появилась сонная девушка и спросила, что я буду, но я сказал, что оплачу в терминале, и она, недовольная, куда-то снова ушла. Я сделал заказ и сел ждать свой номер. В этот момент внутрь зашел мужчина в черном капюшоне и старой облезлой куртке. Из-за темного капюшона его лица не было видно, и это пугало еще сильнее. Он стоял на входе и куда-то смотрел очень долго. Возможно, он смотрел на меня. На табло высветился мой номер, и сонная девушка вынесла поднос с моим бургером и картошкой. Я пошел к месту выдачи, а этот безумный мужчина встал прямо на моем пути и продолжал шептать, едва слышно, что он хочет есть. Деваться было некуда, и я пошел прямо к нему. Мне пришлось буквально протискиваться через него. Когда я был в непосредственной близости от него, он мне шепнул своим хриплым голосом на ухо. Я хочу есть. Есть. Но потом страх немного отошел в сторону. Я понял, что человек просто голоден и немного странный на вид. Я решил купить ему чизбургер. Получив поднос и чизбургер для мужчины, я направился к нему в надежде, что он возьмет его и поест. Но когда я предложил ему чизбургер, он отшвырнул поднос и набросился на меня. Он сидел на мне и кричал в лицо, что хочет есть мясо. Не какую-то корову или цыпленку, он хочет есть человеческое мясо, такое, как у меня. Тогда я очень испугался за свою жизнь и почти попрощался с ним. Я не мог его сдвинуть в себя, такой он был тяжелый. КОНЕЦ КОНЕЦ